Здравствуйте, мои любимые, здравствуйте, мои хорошие. Прошла с работы, чуть-чуть легла отдохнуть, потому что уже голова даже разборелась. Я же говорю, у меня вот, я не знаю, почему, девочки, да, вот, ни одного дня нормального покоя нет. Сегодня с работы прихожу, и мой муж мне говорит, у нас есть мотор, который в воду, да, качает, да, нам домой, да, вот. Мотор сломался, блин. А он нам такой дорогой обошелся, 260 евро. Пошли сейчас, его отдали на починку, короче. Там тоже, короче, я так устала, девчонки, от всего. Вот чуть-чуть, вот на ноги встановишься, вот чуть-чуть, да, вроде бы, вот, говоришь, ой, да ладно, в этом месяце немножко лучше, да. Бац, какая-нибудь проблема. Бац, какая-нибудь проблема. Честное слово, девочки. Вот, честно, я не знаю, это только у меня так или как. Вот, и эта женщина говорит, как это у вас, говорит, только один мотор. Ну, живя там, где вы живете, говорит, у вас, говорит, должен быть запасной. Кого-то, блин, девчонки, запасной. Кого-то у меня запасные зарплаты есть. И мой муж говорит, давай еще один мотор купим на всякий случай, потому что если вот так еще раз будет. Представляете, мы без воды сейчас. В доме воды нету, потому что этот мотор сломался. Воды в доме нету. Пить-то мы покупаем воду, этот, ну, я вам говорила, в бутылках, да. Ну, ни в туалет не сходишь, ничего. Знаете, откуда мы воду берем? Как в старину, девчонки. В бассейне. С бассейна воду приносим. После обеда будет готово, после обеда будет готово, говорит. Ну, починят, короче. Я же говорю, то одно, то другое, то третье, то четвертое. Как надоело уже, девочки. Сегодня мне надо на квартиру идти, потому что это, это, как его, ну, сегодня учительница. Придется на квартире искупаться, потому что я люблю прийти с работы и искупаться. Не смогла искупаться. Такая злая, девочки, кошмар. Такая злая. Я же говорю, вот мы простые люди, да, вот. Вот понимаете, девчонки, да, вот. С этой кухней, с этим всеми, вот этим, да. Я вам честно говорю, вот, зачем мне вот обманывать или еще что-то, да. У меня нету таких денег, вот, чтобы вот так взять, просто вот, вот, на ветер бросить, да. Но на такие вещи, конечно, вот недавно только зарплату получила, да. Вот уже придется то купить, это купить, да. И, короче, и зарплата хияр. Поняли? И зарплата хияр остается. А зарплаты. Нищета тоже не могу сказать, но как надоело, что постоянно, девчонки, вот, надо вот, ну, в руках держать, короче, себя, вот. Чуть-чуть, чуть-чуть там, раз это сделаешь, да, вот. Не подумаешь, какой-то шаг сделаешь, да. Все, девчонки, хоть палец оси, да. Я не жалуюсь, я знаю, что люди гораздо хуже живут меня, и все, да. Но, девочки, я всю свою жизнь, да, проработала, да. Вот сколько себя помню здесь, я в Испании, я проработала, да. Что я, что мой муж, да. Мы проработали, девочки. И вот, честное слово, если вот так рассудить, да. Короче, копейка не держится, девочки, в моем доме. Вот чуть-чуть, вот отложишь, да, вот немножко отложишь, да. Бац, какая-то проблема, бац, какая-то проблема. Вот, я вам серьезно говорю. Вот, я не знаю, как у других, как у других. У меня, по крайней мере, вот так. На нервной почве, что ли, волосы тоже сыпятся. Сегодня сделаю хвостик, и все. Вообще настроения нету. Вот сейчас мне просто уйдут 300 евро. 260, короче, мотор стоит. Ой. 260 мотор стоит. За починку тоже там уйдет неплохие деньги. Придется он еще один мотор просто купить на всякий случай. Он нам уже давно мозг делает, этот мотор. То он, этот, как там называется, короче, то он на пустую работает. Не знаю, как вам объяснить, девчонки. Короче, я же говорю, одни, одни расходы, девочки. Одни расходы. Вот, честное слово. Просто так вот. В этом месяце хотела резетки купить, да, на кухню новую. Это что же, девчонки, недешево. Резетки там, вот этот, включатели, да, в этот, в стены, да. Не получается никак ничего отложить. Я не знаю, как у людей у других получается. Вот у меня никак не получается. Ни в том месяце не получилось, ни в этом месяце не получилось. Хочется как-то вот, какой-то вот есть люди, которые такие экономные, которые могут, да. Но когда у тебя вот такой дом, да, вот, то одна, то другая проблема, то третья проблема. Вообще кошмар. И когда ты работаешь, ладно, если ты не работаешь. Да я не знаю, как люди живут, которые не работают. Ребята, они гораздо лучше живут, чем человек, который постоянно работает. Сто процентов говорю вам. А что ты живешь, только чтобы пожрать, что ли? Я уже не помню, когда я последний раз в кино ходила. Я уже не помню, когда я вообще... Вот сейчас надо было, да, вот этого мотора сломаться, да? Вот именно в этом месте надо было. Придется там у сестры искупаться. Мой муж уже говорит, да ладно, Ерича. Ну как Ерича, ну как Ерича, постоянно какая-то проблема. Завтра тоже хотим, вот, у нас все готово, нам нужно, нам нужно просто там этот номер взять по интернету, да, чтобы пойти туда и сдать эти документы, чтобы у ребенка были документы. Никак не получается этот, этот по интернету зайти туда. Как не зайдешь, нету, 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 нету этого, да, вот. Не можешь зайти в этот, чтобы по интернету только можно. Вот завтра придется поехать туда, а там 70 километров, это туалет, короче, от нас. 70 километров. Придется сделать 70 километров завтра, да? А это что же, бензин, это что же расход, девчонки? Чтобы пойти спросить, ну в чем проблема, почему не могу никак взять, не взять, не могу этот, очередь взять у вас. Это что такое? А как, не знаю, для чего я туда еду, ну надо поехать, какое-то движение сделать, потому что не получается никак у них, потому что надо в очередь встать. А тебе без этого номера ничего не делают, понимаете? Ничего не делают, не можешь ничего сделать. Обязательно этот номер нужен. Ой, ребята, одна нервотрепка, одна нервотрепка, честное слово. Я сегодня такая пошла на работу. Думаю, какого хрена я работаю, все время работаю только, чтобы вот... Есть люди, которые для своего удовольствия работают там, ну там ты поработал, говоришь, а я работаю для себя такая. Я моржевый, я работаю только, чтобы, чтобы постоянно какую-то лотку сделать. Лотка на лотке, лотка на лотке, девочки. Ой, ой, вашенька, прости меня. Может быть, я, конечно, не права, у людей такие проблемы. Да, вот, в данный момент, да, у людей такие проблемы. Но все равно, девочки, это же не дает тебе, не дает тебе спокойствия. Как-то думаешь, ну почему у меня вот так? Почему у меня всегда вот так? Почему у меня всегда вот так? А у других нет? У других нет никаких проблем. Или мне так кажется, что у людей нету проблемы только у меня? О, еще телефон упадет, сейчас вообще будет пипец. Ай, короче, вот такие проблемы, девчонки, вот такие проблемы. Вот сейчас, какого хера ты сломался, а, какого хера? Где-то 80 евро уходит, наверное, на ремонт этой, этой штучки. А новый он стоит где-то 260-280, короче, новый он стоит. И эта женщина говорит, как это у вас только один мотор? Мне хочется сказать, вот так у меня, думаю, тоже только один хияр. Короче, настроение на ноли. Вам не хочу тоже настроение портить, девочки. Ну вот, честное слово, ну почему так несправедливо? Почему у кого-то все, а у меня вот так? А где нас пойду? Ой, даже час не поспала, девочки, так спать хочется. Не выспалась, а сегодня я не гран. Пришла с работы, легла. Думаю, сейчас спокойно посплю. Это мотор сломался, воды нету. Вау! И посуду помыть не могу. Искупаться не могу. Ничего не могу. А когда в доме воды нету, как? Вы же знаете, помните, какая у меня проблема с трубой была, с водой? У меня всегда какая-то проблема, девочки. Кто-то на меня не так посмотрел, что ли, сглазили, что ли. Не знаю, девчонки, иду одеваться. Мой муж говорил с Андреем тоже, надо за его машиной съездить. Он машину оставил здесь, в городе, да. Надо за его машиной тоже съездить. Его машину забрать. У меня, видимо, с нервами не в порядке, девочки. Честное слово. Сейчас так разнервничалось, сейчас так разнервничалось. Я же говорю, у меня с нервами не в порядке. Чуть что сразу. Прям вот на слезы. Чуть что сразу на этот. Так, мне надо, ну, сто раз я, мне там щитовидку проверь, щитовидку проверь. Девочки, сколько раз я сказала, у меня есть уже щитовидка. Уже сколько лет я вот эти лекарства от щитовидки пью, девочки. Вот, вот, вот эти лекарства пью от щитовидки. Уже сколько лет я их пью? Наверное, лет 15 я их пью. Так. Вот так мы его новую коробку. Эту коробку открыть. Косы не брала. Значит, лучше. Они вот так проходят, такие маленькие. Но они такие, я знаете, когда в Махачкалу ехала, несколько раз я, ну, там, то замотаешься, то одно, то другое. И вот как-то не пила, да? Говорят, что это вообще плохо, да? На организм очень сильно влияет, если они пьешь. Завтра в Толиду еду, девчонки, за документами моего ребенка. Хоть он посмотрит, что там с очередью, да? А то, если нет, маленькую яку тоже выпью. Сейчас у частинца тоже мои кайтаны мозги делает. Она, видать, работу нашла. И говорит, я работу нашла там. Раньше, когда она была... Она делала практику в школе кайтана. Она делала практику, да? И вот практика закончилась, и мы ее взяли как этот... Как называется? Ой, я извиняюсь. Темно так сразу становится. Мы ее взяли как, ну, вот, учительницу, да, вот, для моей девочки. Теперь она работу нашла, девочки. Теперь она работу нашла, и теперь она говорит, я работу нашла, но я хочу совмещать работу с партикулярными классами, да, которые она дает. И мы у нее не одни, у нее несколько детей есть, да? И теперь она говорит, ну, если вам выгодно... Вот, девчонки, вот, представляете, вот проблема мне найти другую учительницу. Клюз давно бы я бы ее нахер послала бы, да? Во-первых, она и кайтане нравится, да, вот эта учительница. А с другой стороны, да, вот, бесит она меня вот этим, да? Сейчас она, видите, работу нашла, и если нам выгодно, короче, теперь мы должны 9 часов ночи водить ребенка туда на классы, да? Ну, вот, представьте себе, да, я буду сейчас 9 часов ночи, 9 часов ночи, пускай до 10, да, вот, 1 час тогда придется, да, до 10 ночи, да, пока я домой сюда приеду, это будет пол-оденнадцатого. Сколько мне ребенка спать? Уколо 12, да? Это вообще, девчонки, я жгу то одно, то другое, да? Ну, вот, сейчас я с ней поговорю, неужели нет у нее знакомых кого-то, которые, вот, ну, не работают, да, вот, а вот, ну, классы дают, короче. Вот, вроде бы кризис, да, девчонки говорят, кризис, работы нету, да? Вот, ищешь работу, девчонки, а работу-то найти не могу. Вот, учительницу не могу найти, партикулярную, да, вот такую, чтобы лично с тобой заниматься. Эти академии есть, девчонки, но у меня такая дочка, она вот, в академии она не сможет, девочки, я знаю, она не сможет сказать ей, вот, и она уже к этой привыкла, да, она с ней как-то более такая открытая и все, да, она в академии будет просто затыкаться. Ты понял, она будет говорить, да, а сама ни хрена не поняла, поняли, да, вот, деньги просто так на ветер будут. Вы знаете, со скольки лет я ее вожу от этих академий, я ее сколько академий водила, самая лучшая академия, та, эта, эта, а толку никакого не было, девчонки, от этих академий, никакого толку не было, понимаете? Моя всю кровь же квартиру продает, я же сказала, девочки, да, помните, я вам сказала, я моей всю кровь лампу подарила из Тиффани туда-сюда, сейчас я вам покажу. Эту лампу, ее помыть, конечно, надо, она там уже сколько времени висела, там они же не жили, сейчас я вам покажу, девочки. Ой, ветер такой ужасный, ой, я же сигнализацию не поставила, подождите, сигнализацию, ну, сигнализацию. Ветер ужасный, девчонки, ветер ужасный, ветер ужасный, настроение ужасное, все ужасное. Ой, блин. Так, сейчас, переверну камеру. Не знаю, у меня, у меня так казалось, что она такая большая, здоровая, а она небольшая такая уж, ну, вот сейчас я вам покажу. Эту лампу я дарила моей свекрови, ну, так как квартиру продают, она сказала, короче, мол, зачем мне ее там, ну, с этой лампой продавать, забери доченька. Я говорю, хорошо, собираю, как вам, нравится? Мне очень нравятся, девочки. Вот так, короче, сейчас еду в город, сперва за, за, за этой пятнеркой, посмотрите, ветер какой. А, что с миром творится, не знаю. Что с миром творится, не знаю. А цветы эти как раз цвели. Красиво, правда? Эти тоже скоро хотят раз вести. Вот единственное, что вот есть радость, да, вот это, да, что вот, не знаю, все равно, девчонки, я добьюсь своего. Я добьюсь. И надо бывает, вот прям духом падаю, думаю, продать это к чертовой матери и пойти на квартиру, жить, как люди другие живут. Никаких проблем, вы же знаете, иметь дом, это постоянный расход. Ребята, вам честно говорю, это постоянный расход. Вот я как сюда приехала, ребята, вот я не жалуюсь, просто с вами делюсь. Я как сюда приехала, вот постоянно я вот стараюсь, да, с моим мужем, да, мой муж тоже, да. Вот мы и работаем, и работаем, и работаем, и работаем, и вкладываем, и вкладываем. Правильно мой стекла сказала? У кого дом есть, это уже все. Это как копилка, которая никогда не наполнится. Это постоянно ты должна вкладываться. Постоянно. Вот сейчас вот, ну сейчас, почему эта тварь сломалась, а? Вот какого хрена, спрашивается? Все же было нормально. Почему ты взяла вот, сегодня утром решила взять и сломаться, а? Вот не знаю, ребята. Это только у меня так или как? У вас тоже так, да, ребята? Вот когда вот чуть-чуть вот так, сразу какая-то бац, и этот. Вот сейчас насчет документов мы возимся вот насчет кайтаночки. Потому что все равно же врач нужен, все же лечебный врач нужен. Потому что без паспорта ты никто, без документов ты никто. Ну, и вот мы стараемся, вот мы делаем. Сейчас нам сказали, что нам хоть временный пока вот. Ну, мы пожаловались, короче, как это? А если мы не сможем взять, что она будет? Нелегальная, что ли? Незаконная, что ли? Это так получается, да? Да, да, да. И нам сказали, нет, проблем не будет, мы вам сейчас дадим. Как это называется? Ой, сука, блин, извиняйте, у меня язык тоже как-то. А, у тебя еще? Кэтси, у меня язык тоже такой. А что она должна, говорю, незаконная, что ли, у нас быть? Нет, девчонки, они сказали, что нам сейчас временное дадут. Этот временный документ. Ну, вот как вот внутренне, когда... Как это бывает? Вот когда у тебя вот просручился паспорт, пока у тебя вот паспорта не дадут, тебе же там вкладка есть же, вот это как будто... Ну, короче, временный документ, да? Будет, короче, у нее. Ой, девчонки, давайте я поехала. За это... Ой, короче, буду рассказывать вам, как, что. Если что, давайте, девчонки, пока, мои золотые. Прошли за моей девочкой в школу, девчонки. Купила я ей бургеры. Она же любит. Не хочу ничего готовить здесь. А знаете, ребята, вот сюда прихожу, да, на квартиру, вот, чтобы сготовить там и это, и то надо. Бай! Пошла, купила вот за 9 евро ее меню. Спокойно поела. 9 евро, потому что я беру крылышки тоже. Без крылышек еще дешевле. И мороженое, и крылышки там. Сейчас будет довольно. Я от понервничала, и у меня голова разболелась. Вот родители все сидят. Какой сидят, стоят? Я тоже такой иногда скажу. Так, сколько время? Кейл Райс? Фима, девчонки. 58, еще рано чуть-чуть. Я даже не завтракала. Сейчас, наверное, позавтракал. Может, поэтому и голова тоже болит. Я без кофе никто, ребята. Привет! Доброе утро, ребята. Доброе утро, ребята. Добрый день. Что? Бонус и яс я. Бонус и яс? Все нормально? Все нормально. Как хорошо я вас вижу, ребята. Но, хорошо, мы спустим, мы возьмем на нее. А мы, говорит, потихоньку. Этому, а вот девчонки, вот он вообще ни за чего не переживает. Ему как-то, ну, поломалась, поломалась, говорит. Надо, надо, говорит. Купить надо, купим. Какой молодец насчет таких вещей. Как вам, говорит, я с бородой. Убрать, говорит? Вы, говорит, скажите мне, убрать мне, говорит, или оставить? Ну, если есть такой мультик, аболё, ну, там, дедушка, хейди, короче. он говорит дедушка как странно звучит это мы сделали пока инсенью отдали куртку у него там внутренних карманов не было отдали куртку нам сделали внутренние карманы смотрите как хорошо сделали за этот он выбрал одну с этой такой внутренний кармашек сделал вот видите и другое это с другой стороны без это без молнии просто кармашек ему нравится когда внутри карманы есть неплохо получилось так я могу что-нибудь туда поставить а то он любит так иду я за за дочкой за маленькой он сказал ладно ребята я тоже на этом закругляюсь посмотрим как чё дальше будет берегите себя не нервничайте как я за пустяки не стоит смотрите вот на этой девушке на этой женщине такие такие эти полу сапожки они резиновые так они красиво сделаны я тоже себе вот такие куплю даже не видно что они резиновые ну вот одна слякать на дочь хотя здесь посмотрите где здесь слякать есть ладно дорогие мои друзья ненадолго я вас покидаю совсем ненадолго завтра поеду я в туле иду вот так пока целую вас берегите себя берегите своих близких но самое главное берегите себя пока